Владимир Дмитриевич Хондогий, чрезвычайный и полномочный посол Украины, президент общественной организации Украинской ассоциации внешней политики, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Добрый вечер. Мы традиционно в конце недели пробегаем через главные события дипломатические, победы Украины, анализируем их и благодарны вам, что вы частый гость этой рубрики. Владимир Дмитриевич, начнем с визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Антони Блинкина. Давненько американские политики такого первого эшелона не приезжали в Украину. Давайте ваш анализ этого визита, проанализируем его. Ну, у меня вечно складывается впечатление, что наши контакты достаточно регулярные и активные. Да, действительно, Блинкина, может быть, давно не было, но как-то так выглядит, что мы в постоянном контакте с Соединенными Штатами Америки находимся. Этот визит был важным, на мой взгляд. Он был сделан в момент, когда в мире были некоторые события, которые в той или иной степени затрагивали интересы Украины. Я бы отметил, прежде всего, заседание группы G20 в Индии. И вот визит Блинкина, он совпал или был осуществлен буквально накануне этого события. Как вы знаете, мы возлагали достаточно большие надежды на заседание G20 в Индии. Хотя, по крайней мере, мы хотели, чтобы политическая декларация, которая была там принята, содержала, по меньшей мере, констатации политические. Не хуже, чем были в прошлом году достигнуты в Бали. Но, к сожалению, этого нам достичь не удалось. Министерство страны дел высказало свое разочарование результатами. Вместе с тем, есть другие точки зрения. В частности, французский президент сказал, как вы знаете, что Россия в Дели победу не одержала. И это важно. Да, возможно, недостаточно были жесткие формулировки, но в целом там были положения, которые дают основания полагать, что большинство государств G20 все-таки поддерживает Украину. И вот, на мой взгляд, Блинкин в том числе и объяснял руководству Украины суть декларации в Дели. То есть, в этом смысле, это был визит, связанный еще и с этим, на мой взгляд. Ну, там были совершенно прагматичные, очень интересные события, в смысле, результаты, как я бы сказал. Долгожданный Атакамс, как представляется, уже где-то на пути в Украину. Это значительно может повлиять на ход боевых действий на фронтах. И я думаю, что это было одним из главных тоже целей этого визита. В общем-то, об этом не было заявлено официально. Мне кажется, между строк мы все прочитали, что поставка Украине дальнобойных снарядов, ну, в принципе, входит в завершающую стадию. И если это сопоставить и совместить с вопросами поставок F-16, поэтому мы можем сделать вывод, что этот визит был очень важен и, в принципе, для военных. Действительно, вы уже вспомнили Нью-Дели, Индию и декларацию стран большой двадцатки, да. Еще раз напомню, призыв к завершению зерновой сделки – это одно из тех, скажем так, один из тех тезисов, на которые обращали внимание. Все-таки, что очень важно, я процитирую, о чем говорится в заявлении. Мы призываем все государства соблюдать принципы международных прав, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право, многостороннее обеспечение системы мира и стабильности. Мы приветствуем все законные и конструктивные инициативы, которые касаются всеобъемливающего, справедливого и прочного мира в Украине. Это счастье, да, я понимаю, что прекрасно, что я зацитировала небольшой там какой-то процент из этого заявления, которое было сделано как раз со стороны представителей стран большой двадцатки. Вы уже вспомнили, да, Владимир Дмитриевич, и это событие. На самом деле, очень много международных важных событий происходит сейчас. Вот сентябрь действительно стартовал, стартовал очень активно, дипломатический тоже уровень повышается и со стороны Украины. Но и также сентябрь, в продолжении нашего с вами общения, сентябрь будет очень важен для Украины в контексте развития двусторонних отношений. Я сейчас имею в виду декларацию стран большой семерки, тот документ о предоставлении гарантии безопасности Украины, тот документ, который был разработан во время июльского саммита в Вильнюсе, да, важный документ. И вот, в частности, президент Украины говорил о том, что сентябрь будет мощным в этом разрезе, потому что все-таки работа в двухсторонних перспективах, она очень важна. Декларация есть, это одна история, а двустороннее уже развитие отношений, как каждая из стран, которая является и присоединяется к данной декларации, как будет развивать свои отношения с Украиной в этом контексте, это немаловажно. Также у нас есть страны, Владимир Дмитриевич, с которыми активно работа сейчас должна развиваться и продолжаться, это, не люблю я это понятие глобальный юг, но так мы привлекли называть, да, но есть у нас страны африканского континента, есть страны Латинской Америки, о которых не стоит и забывать, и развивать, интенсифицировать дипломатические отношения с рядом из этих стран. Вот, в частности, возвращаясь декларацию о предоставлении гарантии безопасности, к ней мы тоже сейчас с вами вернемся, как вы считаете, как в данном контексте Украина будет действовать в ближайшее время для того, чтобы, и еще, кстати, короткий вопрос, насколько важно количество стран, которые присоединяются к данной декларации о предоставлении Украине гарантии безопасности. Здесь важно количество, либо же все-таки здесь необходимо, ну, и о количестве говорить, но в большей степени о качестве, что каждая из стран может предложить, скажем так, в этом аспекте. Ну, смотрите, давайте начнем с гарантии безопасности. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что перефразируя Марка Тулия Цицерона, который сказал, что когда говорят пушки, ну, в нашем контексте говорят, дипломаты должны молчать. Так вот, дипломаты как раз сейчас не молчат и занимают очень активную позицию, и параллельно с военными действиями на фронтах они проводят большую работу, в том числе украинская дипломатия также проводит активную деятельность. Да, вы вспомнили Вильнюсский саммит, одним из важных достижений этого саммита была принципиальная, так сказать, декларация о разработке отдельных двусторонних документов с рядом стран, которые проявят такую заинтересованность уже о конкретных параметрах этих гарантий. И вот такой процесс уже пошел. Мы проводим на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, ведутся переговоры с Соединенными Штатами Америки, с Канадой, с Великобританией. И вот визит, кстати, визит министра иностранных дел Японии, вот буквально на днях, которые были осуществлены в Украину, одним из пунктов этого повестки дня этого визита было присоединение Японии к разработке соглашения о гарантии безопасности. Что касается количества, ну, конечно, важно, чтобы чем больше стран заявило, чтобы достаточно большое количество стран заявило о своей готовности гарантировать Украине безопасность, это важно. Но все-таки, на мой взгляд, самое главное, это качество, не количество. И, естественно, мы хотели бы, чтобы среди подписантов таких гарантий были, вот уже, скажем, упомянутые мной государства, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, ну, Канада, вот сейчас Япония, я не знаю, ряд других соседних государств, Польша в частности. Но, опять же, по моему личному мнению, все-таки это полумера, это, скорее, шаг временного характера, вот эти гарантии, о которых мы говорим. Ведь никто не снимает с повестки дня вопрос от членства Украины в НАТО, и только НАТО, только коллективными усилиями организации Североатлантического альянса можно предоставить Украине те гарантии, которые обеспечат национальную безопасность нашей страны. Все остальное, это временные шаги, временные меры. Я бы очень надеялся, что эти гарантии, о которых мы сегодня говорим, это все-таки не есть и не будет. Никто, скажем, не замышляет подписывать или там вводить эти гарантии, как замену членству Украины в НАТО. Это было бы большой политической ошибкой, на мой взгляд. Но, вместе с тем, да, было бы неплохо в период до конкретного уже приобретения членства иметь четко записанные, документально зафиксированные объемы тех гарантий, которые могут поставить государство. А тут гарантии могут быть в разных областях. И в области политической, в первую очередь военной, четко записанные эти объемы военной помощи. Это экономическая поддержка, финансовая и все остальное. То есть, тут двойственная такая получается ситуация с этими гарантиями. Но был избран этот путь и будем посмотреть, чем же все-таки закончатся эти переговоры и что мы в сухом остатке, как говорится, получим после подписания этих документов. Владимир Дмитриевич, все украинские политики высшего эшелона занимаются евроинтеграцией Украины, в том числе и премьер-министр. Поддержка международных партнеров очень важна для достижения цели Украины. А это цель вступления в ЕС и НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на конференции создания лучшего будущего в турбулентном мире. И конференция под таким названием прошла на днях в Вильнюсе. По словам украинского премьер-министра, сегодня украинские военные борются в том числе за то, чтобы каждая европейская нация оставалась свободной от русского мира, террора и репрессий. Украина строит сильную армию и продолжает комплексные реформы, направленные на строительство сильной современной экономики, которая обеспечит процветание украинцев, наше восстановление членства в ЕС и НАТО. И мы нуждаемся в поддержке друзей и союзников на этом пути. И пока мы не победим российскую тиранию и не выгоним их войска с украинской территории, длительный и справедливый мир невозможен. Спасибо всем странам и организациям, которые стоят плечом к плечу с Украиной в борьбе за свободу и независимость. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины в Телеграм. Владимир Дмитриевич, это выступление премьера, это повод для нас в очередной раз вспомнить о евроатлантическом треке Украины. И ваша оценка, Владимир Дмитриевич, как мы двигаемся на пути в ЕС и НАТО? Ну, скажем так, евроатлантический трек и европейский трек, это при всей, так сказать, их схожести все-таки разные треки. И наше движение в НАТО это отдельная история, движение в Европейском Союзе отдельное. То, что касается Европейского Союза, мы сделали огромный шаг, мы получили статус страны-кандидата, мы практически на пороге открытия переговоров уже по конкретным вопросам, которые, вступление Украины в членство, так называемое КИКО Мюнатер, которые, и там очень много различных глав. То есть, начинается практическая работа по приведению Украины в целом, скажем, не будем углубляться в состояние, в котором она была бы готова для вступления в Европейский Союз. И мы все ожидаем, что в начале следующего года такие переговоры начнутся. Что касается евроатлантической интеграции, наших намерений вступить в члены НАТО, то здесь ситуация несколько более сложная. Мы вспоминали Вильнюсский саммит, да, там были достигнуты определенные успехи, но не было сделано главного окончательного шага, не были обозначены хотя бы какие-то временные рамки, вероятно, вступление Украины в этот альянс. Ну, нам удалось, так сказать, ну не нам удалось, а мы вынуждены были согласиться с констатацией, которая была достигнута еще в 2008 году в Бухаресте, о том, что Украина будет членом НАТО. К этому было добавлено, с нас снимает необходимость прохождения так называемого ПДЧ, плана действий в отношении членства, и это, по идее, должно сократить этот путь. Но мы не получили так называемого приглашения для вступления в НАТО, в отличие от Европейского Союза, который, в общем-то, фактически такое предложение нам сделал. Приглашение через предоставление нам статуса стороны кандидата. И вот мы надеемся, мы надеемся сегодня, что в следующем году должен состояться саммит НАТО в Вашингтоне, и вот те недостающие нам политические шаги будут уже предприняты, сделаны в Вашингтоне. И мы, в конце концов, получим приглашение и начнем уже конкретно говорить о договоре о вступлении в НАТО. Я думаю, что НАТО, в принципе, политически созрело до такого шага, но существует еще группа государств, ну, скажем, не группа государств, существуют отдельные государства, которые все-таки проявляют, не хочу сказать, боязнь и, скажем так, ну, осторожность в этом вопросе, оглядываясь на позицию Москвы, при том, что мы имеем такую ситуацию с агрессором Российской Федерации. Но я думаю, что все-таки здравый смысл должен победить, Грина должна получить приглашение для вступления в НАТО и начать конкретные переговоры в этом смысле. Но вот на этом этапе как раз и вопросы гарантии, они вот и возникли, как какой-то полиатив, как заменитель для в период отсутствия гарантии по статье 5 Вашингтонского договора. Вот такие гарантии. Ну, вы же видите, как мы только начали эти переговоры, как долго они продолжатся. Я думаю, мы должны быстрее вступить в НАТО, чем разработать эти необходимые нам посторонние документы по гарантии. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Владимир Хандоги, чрезвычайный полномочный посол Украины, президент общественной организации Украинской ассоциации внешней политики, гость нашего эфира, мы вас благодарим.